Афера с бюджетными деньгами. В суде заводского района огласили приговор руководителю строительной организации, который выманивал у граждан выплаты по субсидиям, обещая возвести жилье. В итоге люди попрощались не только с деньгами, но и с мечтами о новом доме. На счету афериста 9 обманутых жителей из разных районов области. Подробнее об этом в нашем сюжете. Вход тут-то должен был быть. Вход тут-то, там санузлы, тут как бы комнаты. Алексей Зорькин с грустью вспоминает планировку дома, который за 4 года не вырос выше фундамента. В 2010 году молодая семья из поселка Взлетный получила право на субсидию по федеральной программе социального развития села. Региональное министерство сельского хозяйства перевело Зорькиным более 800 тысяч рублей. Плюс немного своих сбережений и вполне хватит на двухкомнатный домик. Строитель явился сам. Представившись сотрудником администрации, некий Сергей Коротков пообещал возвести панельный дом за два месяца. Он рассказал, показал, картинки там показывал, что можете поехать в Маркс. Он говорит, я там построил, адрес сказал куда. Ну да, мы съездили, посмотрели, что да, он построил. И там с ним поговорили. Ну, кто живет в том доме, кому он. Поговорили, да, теплый дом, он быстро возводится. Он дал реквизиты, перевели на его на счет деньги. В общей сложности Алексей отдал строителю более миллиона рублей. И столько же его брат Дмитрий. Фундамент его дома по соседству даже не залит окончательно. После того, как строитель перестал отвечать на звонки, Зорькины подали в суд. Короткову вменяют вину не только мошенничество, но и покушение на мошенничество. В Марксовском районе он все-таки строил дома, но, получив деньги жильцов, требовал повторной оплаты. Это более пяти миллионов рублей. В общей сложности в деле фигурирует девять потерпевших. Подсудимый свою вину не признает. Пояснил, что по первому эпизоду фактически он все обязательства, взятые на себя, исполнил. Однако граждане, с которыми заключались договоры на поставку строительных материалов, сами не взяли по неизвестным причинам, не забрали этот строительный материал. Оглашение приговора суда – это последние часы на свободе обвиняемого Сергея Короткова. Судя по сумке и форме одежды, он собирается в казенный дом. Обвинение просит для подсудимого 11 лет лишения свободы и выплаты 500 тысяч рублей штрафа. Судья выносит свой вердикт. Окончательное наказание Короткова на занятость в виде лишения свободы сроком на 8 лет без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 8 лет плюс возмещение более 2,5 миллионов рублей саратовскому минсельхозу. А вот вернуть деньги потерпевшим Короткова не обязали, поэтому приговором братья Зорькины скорее недовольны. Но они собираются потребовать денежную выплату через суд. Юлия Шишкин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.